Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке живой недвижимости города Луцк и Волынской области. Мы поговорим о средней стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке. Мы также рассмотрим тенденции колебания рынка. Мы поговорим о рентабельности. Рентабельность это относительный показатель экономической эффективности предприятия. Мы будем говорить о агентствах недвижимости. Ну и в конце видеоролика я ознакомлю вас со статистикой. Очень интересный. Это количество или долг по жилищно-коммунальных услугам населения Украины. Очень интересные показатели, которые характеризуют состояние экономики в целом и платежеспособность населения не только приобретать недвижимость, но и оплачивать банально жилищно-коммунальные услуги. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. С вами карта города Луцка. Мы будем говорить о колебаниях. Это краткосрочные явления, которые протекают на рынке недвижимости. Период исследования. Март-апрель 2020 года. Как вы заметили, город Луцк не имеет внутри города деления на административные районы. Итак, мы говорим о социальном жилье. Это жилье построено в период с 1950 по 1992 год. Небольшая историческая справка. На территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир. И большая часть из которых относится к социальному жилью. А точнее 15 миллионов 200 тысяч квартир. Это жилье или жилой фонд, который остался в Украине после развала Советского Союза. Итак, этот класс жилья в апреле месяце показал нам среднюю стоимость в 508 долларов за квадратный метр. Мы видим положительную динамику роста плюс 0,20%. Прокомментирую после каждого класса жилья традиционно о перспективах краткосрочных и среднесрочных этого жилья. Итак, друзья, как я уже говорил, что рынок недвижимости достаточно инертен. И люди, которые продают свою недвижимость, они не осознают еще всей глубины кризиса. И у них остается завышенное ожидание по стоимости своего жилья. Итак, несколько месяцев, я думаю, что до двух месяцев мы будем еще наблюдать вот такую положительную динамику роста. И в сентябре месяце, в этом я практически не сомнимаюсь, в общем-то люди, которые действительно хотят продать свою недвижимость, будут снижать стоимость своих квартир. То есть в сентябре мы увидим снижение стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Ну, в городе Луцке, естественно, по всей Украине. Следующий процесс мы будем говорить о долгосрочных процессах. Это тенденции, которые протекают на рынке недвижимости. Период исследования апрель 2019, апрель 2020 года. Мы видим, что в апреле 2019 года средняя стоимость квадратного метра в городе Луцке класс социальное жилье 493 доллара. И уже в апреле 2020 года средняя стоимость квадратного метра достигла 508 долларов. Что показало в годовом измерении положительную динамику роста плюс 3,04%. Еще раз повторюсь, в сентябре восходящая гистограмма, которую мы видим. В сентябре она поменяет свое направление. И мы увидим снижение стоимости квадратного метра класса социальное жилье. Это вторичный рынок. Следующий слайд. Мы будем говорить о квартирах эконом, комфорт, бизнес класса. Это жилье построено в период современной Украины. И отличается от социального жилья большими метражами общей жилой площади. Естественно, более развитая инфраструктура и более комфортными условиями проживания. Также небольшая историческая справка. Как я уже говорил, на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир. Из этого количества квартир всего лишь 1 миллион 900 тысяч. Это квартиры, которые относятся к эконом, комфорт, бизнес классу. Вот так немного за всю историю Украины самостоятельно было построено жилье. Итак, квартиры этого класса в апреле месяце в городе Луцке достигли стоимости 567 долларов за квадратный метр. И мы видим также положительную динамику роста. Плюс 0,18%. Друзья, еще раз повторюсь. Возможно, это уже и закономерности. Второй город в западном регионе. Мы исследуем исключительно по регионам. А западный регион это территориальные экономические зоны. Так вот, в западный регион входят 8 городов. И мы уже видим, что 2 города западного региона в классе комфорт, бизнес, эконом показывают также незначительный рост за период марта-апреля. Хотя в других регионах мы видим ситуацию, что именно этот класс жилья быстрее всего отреагировал на кризис. То есть люди, понимающие, которые хотят продать свое жилье, понимают, что дальше лучше не будет. Они уступают в разумных пределах и продают свое жилье. Но вот в западном регионе мы видим, что второй город подряд это Ивано-Франковск. Вчера мы говорили о Хмельницком и сегодня мы говорим о Луцком. Третий город показывает нам именно в этом сегменте жилья положительную динамику. Но еще раз повторюсь, что в сентябре месяце весь вторичный рынок по всем его классам, эконом, комфорт, бизнес и социальное жилье покажет нам уже снижение стоимости квадратного метра. И в годовом измерении мы увидим вторичный рынок, будет показывать снижение минус 2-3%. Это в годовом измерении. Следующий слайд. И мы будем говорить о количестве транзакций. Данные предоставлены Министерством юстиции. Мы будем сравнивать 2018 год с 2019 годом. В транзакции входят договора дарения и также входят договора купли-продажи исключительно жилой недвижимости. Это квартиры и домовладения. Частные домовладения. Мы видим, что в 2018 году количество договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество по Волынской области составило 7 985 договоров отчуждения. А уже в 2019 году мы видим незначительный рост активности на 5,5%, что в абсолютных единицах показало нам 8 428 договора отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. То есть рынок был достаточно активен в 2019 году и предыдущая гистограмма, которую мы с вами рассматривали, подтверждает нам, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в течение года выросла в городе Луцке на 3%. Теперь друзья мы поговорим с вами о рентабельности. Ну рентабельность я уже анонсировал, это экономическая категория эффективности предприятия. Мы будем говорить о агентствах недвижимости. Опять же небольшая справка. В Волынской области статистика нам дает возможность посмотреть сколько зарегистрировано юридических лиц в КВЭДах которых присутствуют операции с недвижимостью. Ну КВЭДы это коды вида экономической деятельности. Итак мы знаем, что в Волынской области 697 субъектов хозяйственной деятельности имеют в своем КВЭДе операции с недвижимым имуществом. Предположим, что это все действительно предприятия занимаются и в субъектах хозяйственной деятельности занимаются продажей жилья. Итак, что нам дает та статистика, которую мы только что с вами рассмотрели. Мы видим, что в 2019 году было количество транзакций 8 428. Мы также из предыдущих исследований могу сказать, что 10% это Волынская область и 90% это все-таки транзакции, которые происходили в городе Луцке. Это областной центр Волынской области. Не сложно посчитать, что за 12 месяцев в городе Луцк было проведено 7585 транзакций. Еще раз повторюсь, сюда входят договора купли-продажи и в том числе договора дарения. Но мы предположим, что это все договора купли-продажи. Делим 7585 на 12 и получаем 632 транзакции в месяц. Друзья, я это все подвожу к чему цифры они не обманывают. При количестве субъектов хозяйственной деятельности, которые занимаются недвижимостью, по крайней мере в КВЭДах у них это записано, это 697 юрлиц, мы видим, что в месяц проходит в городе Луцке, только в одном городе, 632 сделки или договора отчуждения прав собственности. То есть не попадает даже по одной сделке на предполагаемое агентство. А это говорит о том, что рынок недвижимости в той части, которую обслуживают именно операторы рынка, он абсолютно на сегодняшний день не рентабелен. Для того, чтобы заниматься бизнесом надо иметь офис, надо платить за свет, за телефоны, платить за рекламу надо. Надо платить налоги, потому что должны обязательно быть у вас в штате как минимум бухгалтер, ну директор естественно. И при этом не выходить даже на одну сделку, ну как для бизнеса это же катастрофа, работать себе называется убыток. Итак, друзья, констатируем факт, что людей, которые занимаются продажей недвижимости в Волынской области очень мало и они практически на сегодняшний день не зарабатывают в себе, ну наверное даже на жизнь. Следующий слайд, и мы будем говорить о первичном рынке этой квартиры, эконом, комфорт, бизнес класса. Первичный рынок это жилье не сданное в эксплуатацию. Итак, первичный рынок в апреле месяце в городе Луцк показал нам среднюю стоимость 464 доллара. Что показало в период март-апрель снижение стоимости на 0,22%. Как я уже говорил, рынок жилой недвижимости первичный уже 7 месяцев показывает подряд, причем это уже тенденция показывает, снижение средней стоимости квадратного метра не только в городе Луцк, но и по всей Украине. То есть первичный рынок первым отреагировал на кризис, или точнее вошел в кризис. Подтверждение этому мы будем рассматривать сейчас количество построенных квартир. Данную информацию министерство, точнее служба статистики предоставляет Украине. Мы будем сравнивать 2017-2019 год. Итак, Волынская область, мы видим, что в 2017 году общее количество сданных в эксплуатацию квартир по области соответствовало 1701 квартира. И уже видим в 2019 году количество квартир сдаваемых в эксплуатацию, построенных и сдаваемых, показало нам в общем-то снижение динамики на минус 4,1%. То есть в абсолютных цифрах это 1632 квартиры. То есть строители стали меньше строить и сдавать в эксплуатацию все нового жилья. Это объясняется тем, что у людей банально нет денег. Мы видим, что 2018 год еще был хуже. А квартиры строят не для марсиан, а для людей, которые должны их покупать и в общем-то заселяться. Поэтому еще в 2018 году строительная отрасль вошла в кризис и понимали компании-застройщики, что квартиры, которые они строят, они не могут реализовать. Итак, друзья, предыдущий мой слайд, где в течение 7 месяцев мы наблюдаем снижение средней стоимости квадратного метра на первичном рынке, подтверждено статистикой службы статистики. Извините за Коломбу. То есть для того, чтобы продать жилье, то, которое уже построено, компании-застройщики вынуждены снижать стоимость квадратного метра. Следующий слайд. И мы, друзья, будем говорить о интересном показателе. Это задорность населения за жилищно-коммунальные услуги. Это очень интересная информация. И мы рассуждаем на тему, что же произойдет, если население Украины перестанет платить за жилищно-коммунальные услуги. Итак, Волынская область, конец 2018 года, мы видим задолженность за жилищно-коммунальные услуги. А это газ, тепло, это электричество, это вода и водоотвод, канализация. Это уборка придомовой территории, вывоз мусора. Все это жилищно-коммунальные услуги, они у нас монополизированы. То есть рынка нет. Постоянно поднимают тарифы за те услуги, которые, кстати, даже и не оказывают. И вот мы видим, что в конце 2018 года задолженность в Волынской области, или население в Волынской области перед компаниями-монополистами составило 686 266 000. И уже к концу первого квартала 2020 года задолженность увеличилась практически на 14%. И мы видим 777 647 000. Такова задолженность. Если говорить об Украине в целом, то в конце 2018 года задолженность в целом по Украине перед компаниями-монополистами была 51 млрд 82 млн 948 тысяч. И к концу первого квартала 2020 года мы увидели, что задолженность увеличилась на 29% и составила 65 млрд 949 717 000. Друзья, еще раз повторю или повторю тезис. Если мы не будем платить за жилищно-коммунальные услуги, значит компании-монополисты, которые так не вкладывают деньги в развитие коммуникаций, то, естественно, эти коммуникации просто разрушатся. И нас ожидает вариант, когда в 21 веке мы можем остаться без элементарных удобств, без газа, без воды, без тепла. Я, конечно, не призываю вас к морали. Я просто хочу акцентировать ваше внимание, друзья, что там, где монополисты, там всегда дорого, некачественно вас обслуживают. А вы говорите о том, кто из нас больше патриот или не патриот. Восточно-украиня или же западно. Все мы одинаково, все мы не платим за жилищно-коммунальные услуги по причине того, что все стали нищими и просто нет возможности. Чем больше поднимают компании-монополисты тарифы, тем, естественно, больше увеличивается долг. В итоге это закончится крахом жилищно-коммунальной хозяйства и его инфраструктуры. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать и посылать нахер, но если у вас, друзья, есть аргументы. Еще, друзья, вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга, и компания Alim Consulting готовим ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Еще, друзья, о недвижимости позаботимся мы. А вы позаботитесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и вовремя оплачивайте жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам.